У нас много опасностей, связанных с тем, что появятся не те собственники. Конечно, идеальный вариант запустить в оборот землю, сразу оживиться экономика. Человек не может обрабатывать, он перепродаст, у него появятся деньги. Человек не может обрабатывать, сдаст залог, получит деньги и будет обрабатывать. То есть будет предмет, чем заниматься. Чем беда была социализм? Кончилась работа, пришел дома, сидит. Все не твое, квартира не твоя, завод не твой. А у тебя мастерская, твоя земля, у тебя куда чуть куру, у тебя мотоцикл, ты занимаешься, ремонтируешь, подаешь, отдаешь, ты весь в работе, тебе некогда заниматься ничем другим. Ты становишься богатым, ты лучше одеваешься, лучше питаешься, твои дети растут на труде. Это нужно обязательно. Сегодня мы стоим в оцепенении, так сказать. Есть собственники, там охрана, не войти. И есть бедные, которые безлошадные, им нечем заняться. Надо обязательно начать продажу купли земли, но постепенно, небольшими участками. И, например, только жителям данного региона, уже эта безопасность будет. Только гражданам России, только жителям этой местности, только для прямого предназначения. Если год ты не вспыхал, мы у тебя забираем ее. Это может быть обеспечено. Конечно, конечно. Таким образом создать вот такое правовое регулирование статуса земельных участков для продажи, и никто другой шальной не купит. Потом купить и омертвить деньги тоже не все хотят. Тем более, если у человека он нежелательный. Криминальная структура, иностранство, он испугается. А вдруг будет национализация земли, он все потеряет. Поэтому здесь можно отрегулировать. Это наша задача, Государственная Дума. Найти правовой режим для купли-продажи земли и обеспечить национальную безопасность. Мы не допускали, чтобы появились основания для разрушения России, но в то же время не приняли очень нужных мер, чтобы укрепить государство. Укрепить нужно централизация власти. Нам обязательно нужна централизация, чтобы Москве подчинялось как можно больше территорий. Территории все должны подчиняться Москве. То есть России не годится национальное устройство. Единая Российская Республика. Для всех. Для русских, евреев, чеченцев, якутов, татаров. Территория единая. 10 губерний, 15. Назовем область, край. И этими территориями управляет назначаемый губернатор. Президента мы избрали, а он назначил губернатора. Губернатор назначат мэра города и главу администрации района. И жесткая вертикаль всех силовых структур. Армия, ФСБ, милиция, налоговая полиция, Минюз. Все. И все будет в порядке. Никто не посмеет даже думать о сепаратизме. Этого сегодня нет. Наоборот идет. Раскачивают страну. Губернатор под себя милицию, прокурора, судью, собственность. Ему Москва не нужна. Не только в национальных регионах. Башкирия, Татария, Якутия. В русских регионах то же самое делается. Вот что проблема. Жесткая вертикаль подчиненности силовиков. То есть назначение начальников милиции в области, ФСБ, прокуратура, судей только в Москве. И Москва только выплачивает заработную плату и дает жилье. Чтобы выбить из-под влияния силовиков в территориях. Все. Уже будет 70% вопрос решен. Затем новая Госдума может нести поправку в Конституцию. О переходе к новому территориальному устройству России. И если будут возражения на местах, вынести на референдум 4 июня 2000 года выборы президента. И референдум вопрос согласны ли вы с нынешним устройством России. Второй вопрос согласны ли вы на переход к территориальному делению губернии или области. Я вас уверяю 90% поддерживают второй вопрос. В том числе татары, джигуты, дагестанцы. Они поддерживают. Потому что они понимают, чем кончится национал-шовинизм. Это очень опасно. Путем референдума внесем поправку в Конституцию. И с 1 июля 2000 года перейдем к новому делению. Это экономика тут же. Это больше прав территориям. Это не ущемление их прав. Они получат много прав. Большая губерния будет иметь свое правительство. Свою губернскую думу. Своего губернатора. Но его назначит президент Москвы. Из Москвы. Все. И больше ничего. А дальше пускай развиваются. Нет проблем. Не будет ущемления. То есть это все решаемые проблемы. Ни в коем случае насильно. Народ этого сам хочет сегодня. Народ. Вот проблема, которая решается вполне. При коммунистах хотя бы КПСС обладала всей полнотой власти. Она все решала. И враг вступать, и войну начинать. Все. Но сегодня и даже ни одна партия не обладает. Сегодня Государственная дума не выполняет свои функции. Правительство не выполняет. Сама администрация президента. То есть полная анархия. Кучка чиновников. Команда какая-то вот такая. Пять, шесть, восемь, максимум десять человек держат власть в стране. Это страшно. Это опасно. В этом же проблема. Что мы приняли новую конституцию. Мы проводим выборы. Мы хотим демократии. А власти у народа нет. То есть народ назначает власть. Ты глава администрации, допустим. Через кого? Через президента. Президент назначен. Мы президенту даем полномочия на четыре года. И он дальше назначает администрацию. И депутаты. И у нас должны быть у всех широкие полномочия. Главная судебная система. Хотя бы это сделать. Чтобы судебная власть была отделена. Судьи продолжают действовать по телефону. Раньше звонили из обкома КПСС. Сейчас звонят из администрации губернатора. В Москве, допустим, администрация президента. Ну что это за суды? Но если нет судебной системы, все. Произвол. То есть хотя бы отделить судебную систему. Чтобы суды подчинялись только закону. Но если у суда нет помещения зарплаты, он подчиняется тому, кто ему дает помещение зарплату. Как Москва. Москва, Лужков все им дал. Они выполняют все его решения. И в московском суде ничего не добьется. Ничего не добьется. Мы все настроены, так сказать, агрессивно друг к другу. Вместо того, чтобы сосредоточиться на блоке законов, которые могли бы наши полномочия расширять постепенно. Заставлять искоренять в стране произвол, насилие, коррупцию. Мы ничего этого не делаем. Все стоит. И даже принятые законы не действуют. Вот в чем проблема. То есть анархия в этом вопросе. Госдума не хочет сама себя защитить. Я говорю, давайте мы хотя бы себя-то защитим. Мы же должны наружу защищать не хотят. Вот где-то нас обидят, все молчат. Сейчас обидели коммунистов в Римской области, опять все молчат. Явлицкого не посадили в Уфе, опять все молчат. То есть нас по отдельности мучают по стране. Но чтобы вместе выступить и защитить права хотя бы депутатов, этого нет. Потому что преждевременный был переход к этому режиму демократии. Сперва нужно было убрать КПСС. И только заняться экономикой. Реформы устройства государства. Потом, вот сейчас, 1 января 2000 года, ввести многопартийную систему, приняв закон о партиях. И партии, сумевшие пройти в парламент, получают финансирование от государства. Сегодня политические партии на рынке. Их или покупают, или они продаются сами кому-то. Мы же не финансируем их. Представляете, здравоохранение. Лекарств нет, больницы нет, врачей нет. Какое здравоохранение? Мы строим больницы, обучаем врачей, даем лекарства. Тогда больница действует. Мы говорим, партии можно. А как партии будут действовать? Держат квартиры, оргтехника, транспорт, пропаганда. Кто это все будет делать? Выпускать газету, проводить съезды, собирать людей. Агит поезда по стране. Кто за это заплатит? Никто. Воры. Так говорят, партия связана с ворами. Иностранцы? Партия связана с иностранцами. Мы сами ставим в неловкое положение собственную политическую систему. Мы издеваемся на нашей демократии. Это все виноваты, конечно, мы все. Президент, правительство и Государственная Дума. Нам дали возможность принимать законы и выполнять. Но ни президент, ни правительство, ни Государственная Дума не выполняют то, что им положено. Ни одного минуса от создания единого государства Россия и Беларусь нет. Когда лгут демократы, что Лукашенко нелегитимен, ложь. Народ Беларуси продлил его полномочия. Референдум. Когда говорят, что там меньше демократии, ложь. У нас ее также меньше. Когда говорят, что соедимся с Беларусью, но без Лукашенко, белорусы могут сказать, что соедимся с Россией, но без Ельцин. Поэтому нельзя ставить вопрос так. Мы не имеем права вмешиваться в это. Мы соединяемся территориями и населением в единое государство. А у нас чеченцы, бандитизм сейчас идет, Чечня, кровь, насилие. Мы же должны отделяться от них. Или какие-то другие злоупотребления в Ростовской области. Мы тоже скажем, нам не нужна Ростовская область. Будем объединяться с Чубом, а Ростовская область нам не нужна. А губернатор Чуб нам нужен. Так, никто не ставит вопросы. Нам обязательно нужно расширять наши границы, объединяться с Беларусью, а потом и дальнейшие территории к нам примкнут. И будет все хорошо. Если бы даже можно было заставить депутатов решить, где им быть, в каком списке, блок или партия, их нужно собрать. А они в агитпоезда. Если постоянно идет агитпоезд, как агитпоезд? Вернут в Москву? Как? И мы шли грамм туда не принесут. То есть по всем позициям нас поставили в неудобное положение. И при этом еще пытаются обвинить, что мы сами себя чуть ли не поставили в такое положение. Если первый раз вы не отказывали регистрации 11 октября, делали наметы, что вот у вас есть два человека, которого не хочется общейся на Мини-России, хорошо, но 2 декабря этих двух человек у них нет в списке. 2 декабря в списке нет ни Быкова, ни Михайлова. Зачем 2 декабря менять сейчас эти списки? Значит, им ни Быков и Михайлову был не нужен, а я и ЛДПР. Если они всячески препятствуют тому, чтобы мы нормально участвовали. И Михайлов идет на выбор. По списку консервативной партии они его зарегистрировали. Жатсу. То есть по одному списку партии и ЛДПР они пытались нам помешать Якову, потому что у нас Михайлов, а список уборщика регистрируется потом. В Таганроге он идет на выборах в обруге. Там пытаются ему помешать, и Верховный суд стал на стороне его. Он имеет право участвовать, а при чем и СМИ. А если они ни при чем, тогда ЛДПР получается плохая. Тогда БЛОК зачем регистрируете? То есть у них нет никакой логии. Если они хотят помешать ЛДПР и Жириновскому участку выборам, а 2 ноября зачем регистрируют БЛОК? Там уже могут теклопедерации. Но 2 ноября они регистрируют. А 2 декабря они начинают снова регистрировать ЛДПР. То есть это все, их инициатива. И Вещенков сам говорит, что он когда-нибудь нам расскажет. Хорошо, да? Все это нам взрывают выборы, а когда-нибудь в мемуарах напишут. Что ему звонил какое-то, что у него воздействия оказались такие. Это как Горбачок, помните? После Фороса. Я сейчас ничего не скажу, когда-нибудь я скажу всю правду. Он обещал нам когда-нибудь. Прослуживать 9 лет, но ничего не сказал. Хорошая вообще Таня политической кухни России. Поэтому главная причина одна, что мы действительно оппозиционная партия. И конструктивная позиция. То, чего они боятся. Им нужны партии карманные, которые все будут делать. И страшная позиция закроется от них. Анпилов, Баркашов, Моргод, ультралевые, ультраправые, фашисты, зарядные коммунисты. И от них не будет отрываться. Народ не будет отрываться. А вот другие нужны, такие как еврейские. Вроде он против всего, но все будет делать как надо. И вот там их нужны и блоки, и движения. А мы действительно оппозиция. Мы действительно говорим правду, занимаем жесткую линию. Сейчас мы рады, они стали кое-что делать в совпадении позиций. По Чечне, по внутренним вопросам. Внешнее сношение наше. В Стамбуле заявление от президента. Премьер-министр. То есть, вот этот вариант нам нравится. Но при этом мы оказываемся вот жертвой нынешнего этапа избирательной кампании. При этом, в Белгородской области у нас в мае убивают активиста. И сейчас, в ноябре, 50 ноября, убили в руководительной организации. И ноль внимания. У Явлинского убили в Калмыкии, вся страна знает. Все мучаются. У меня двух убили. Даже никто не хоронит, не хоронит их, ничего нет. Даже в ОВЕР возбуждается. Вот он брал из подхода. Явлинский нужен, и его активисты поднимают на щит. Умерла эта женщина, убили. У меня двух убили. Двух. Тоже в регионах. Ноль. Немцов лжет и кривещет на нас, что мы якобы поддержали закон о льготах депутатов. Мобейс. Единственная партия дала ноль голосов. КПРФ – 93%. ЛДПР – ноль. Яблоко – 56% голосов. НДР – 81%. Евгения. Как я после рейстора доется. Продолжение следует. Продолжение следует...